Как расслабиться после напряжённой трудовой недели или, напротив, обрести тонус накануне будней? СПА-мастер Карина Галак знает, многие приверженцы здорового образа жизни предпочитают массаж и водные процедуры. В индустрию красоты и здоровья Карина пришла чуть более года назад. Между тем, оздоровительными и укрепляющими процедурами девушка начала интересоваться ещё в старших классах. Особенно ей хотелось освоить технику массажа. Ну, массаж — это для меня с детства была мечта. То есть уже в более таком осознанном возрасте, когда я получила первую специальность, поработав в госучреждениях, у меня всё-таки не покидала мысль попробовать, попробовать обучиться. То есть прийти к своей мечте, что я, собственно, и сделала. Собственное дело Карина начала благодаря государственной поддержке. В прошлом году она заключила с Министерством труда и социального развития соцконтракт. По роду деятельности, а по образованию Карина юрист, девушка знала о сути договора, по которому она может рассчитывать на получение субсидии. Ну, как я работала в госструктурах, и как-то на слуху было, то, что есть меры государственной поддержки для начинания бизнеса, то есть каких-то бизнес-идей, бизнес-планов. То есть я об этом давно знала, и поэтому, когда решила для себя обучаться и что-то в будущем открыть, я уже шла к тому, чтобы пойти на меры государственной поддержки. В обязательном порядке Карина предоставляла в Управлении соцзащиты отчёты об освоении выделенных средств. Впрочем, это обязательство не стало обременительным. Работая в рамках бизнес-плана, девушка готовила документы своевременно. В рамках, как положено, да, в рамках закона, то есть на всю помощь, которая пошла поддержка, я все документы предоставила, то есть у меня приезжала проверка, то есть всё хорошо. После праздников и длительных выходных клиентов у Карины особенно много. В салон приходят те, кто получил сертификат на курс массажа или спа-программу в подарок. В основном на процедуры записываются женщины. К слову, самые старшие посетительницы отметили 80-летние юбилеи. У женщин разнообразные вкусы в этом плане, смотря от того, кто что хочет получить. Если, допустим, после тяжёлого рабочего дня хочется просто отпустить этот груз, который накопился за день, за неделю, за месяц, за год, у всех по-разному, именно внутренний груз, эмоциональный, то есть выбирают релакс-программу, приходят, и после того, как дверь закрывается, полностью погружаемся в процесс. Это приятная музыка, это тактильные ощущения, горячее масло, тёплые полотенца, звуки музыки, приятные разговоры, а порой просто погружаешься в это всё и отпускаешь себе проблему. Мужчины же, они, конечно, да, они больше на проминающие массажи, то есть на оздоровление. Как релакс, мне кажется, в программах пока ещё мужчины не сильно расположены. В любимом деле Карина стремится к постоянному развитию. Совершенствуя имеющиеся навыки, мастер активно осваивает и внедряет в практику новые техники и программы. После первого обучения я ещё прошла два повышения квалификации, то есть на новые техники, помимо техники тела, на технику массажа лица, ну, разнообразные техники. И как бы это ещё не предел. В задумках много дальше идей по обучению. Социальный контракт, как мера господдержки, реализуется в Якутии с 2011 года. Благодаря адресной помощи ежегодно в Алданском районе не менее 10 семей успешно начинают и развивают собственное дело. Эти кадры были сняты в 2017 году. Жительница села Якокит Наталья Кулик тогда рассказала, сколь весомой государственная поддержка становится для фермера. Существенно расширилась и подворье семьи Филипповых из села Хатыстыр. Средства по соцконтракту дали мощный импульс к развитию. Земледелием и животноводством с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Да, очень хорошо. Когда, ну, просто так не ходишь, чем-то можно заняться. Как себя помню, у нас всегда есть свинки, кролики. Каждое лето у нас курочки и перепелки уже много лет. Шесть, да. Ну, где-то шесть-семь лет уже держу. В 2019 году в одном из торговых центров Алдана открылась кофейня. Пирожные и эклеры производства Натальи Лаптевой сразу покорили сердца сотен сладкоежек. Увлекшись кондитерским делом еще в юности, Наталья достигла немалых высот мастерства. Но десерты готовила в основном для близких и друзей. К широкому кругу потребителей женщина смогла выйти благодаря государственной поддержке, заключив с органами соцзащиты социальный контракт. Планы наполеоновские. Очень хочется продвигаться, очень хочется развиваться. Хочется съездить на мастер-классы. Нашла кондитеров по России, хороших, очень профессионалов таких, да. И хочется купить технику дополнительно, чтобы упростить свой труд, чтобы меньше времени занимало, потому что все делается вручную, профессиональную технику. То есть, да, планы есть и развитие есть. И, честно говоря, бросать не хочется это дело, оно, наоборот, вдохновляет. Очень приятно этим заниматься. Очень люблю. Претендующий на адресную помощь гражданин должен предоставить в органы социальной защиты проект. После его утверждения и заключения контракта получателю будет перечислена денежная выплата в размере соответствующим нуждам. Механизм действия соцконтракта нацелен на то, чтобы помочь человеку выйти из кризиса. При успешном развитии предприятия гражданин вновь может рассчитывать на данную меру поддержки. Социальный контракт – это, скажем так, такое направление, которое у нас уже работает в республике в районе больше 10 лет. То есть, люди хорошо про него знают. То есть, его можно получать раз в год при условии соблюдения требований. Деньги, полагающиеся гражданину по социальному контракту, невозвратны. Единственным условием является использование финансов по целевому назначению. Полученная сумма может быть потрачена только на мероприятия, прописанные в договоре. Также гражданин обязан ежемесячно документально подтверждать фактические расходы. С начала введения вот этого социального контракта некоторые боялись вот этой отчетности, да, получается, бумажной работы, как мы говорим, да, в простонародье. Но сейчас, в век информационных технологий, к нам у нас есть интернет, доступ в интернет. Да, вот граждане активно начали составлять сами бизнес-планы, очень хорошие. Максимальный объем выплат утверждается ежегодно. Так, в настоящее время начинающий предприниматель может получить до 350 тысяч рублей. А фермер вправе рассчитывать на 250 тысяч. Расширение рынка социальных услуг и развитие личных подсобных хозяйств – не единственное направление, по которым заключаются соцконтракты. За адресной помощью могут обратиться граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 года. В рамках контракта также предусмотрена оплата обучения и переобучения. На 2023 год у нас уже распределены суммы по районам. То есть, на наш район в этом году запланировано выделение по мерам соцподдержки, именно направленное на заключение социальных контрактов, порядка 8 миллионов 406 тысяч рублей. Но опять же здесь хочу оговориться, что эта плановая сумма, как правило, показывает практика. То есть, ежегодно за счет того, что желающих, скажем так, получить данный номер соцподдержки наших граждан все-таки больше. Поэтому мы запрашиваем, ну, как правило, это где-то третий квартал, запрашиваем больше дополнительной квоты. Поэтому эта сумма, скажем так, она может быть увеличена. То есть, все будет зависеть от того, от желания наших граждан, то есть от поступивших по факту заявок. То есть, здесь возможно увеличение в данной части. В настоящее время направления социального контракта расширены и конкретизированы. Наряду с начинающими предпринимателями, фермерами и безработными на безвозмездные средства могут претендовать представители ряда социальных категорий. Адресная помощь предоставляется гражданам для преодоления кризисной ситуации. Существенно расширено такое направление, как понятие, как тяжелая жизненная ситуация. То есть, по данному направлению мы можем предложить 6, нет, порядка 7 направлений социальных пакетов. Такие, например, как точка опоры, это для семей, находящихся в социально опасном положении. Кочевая семья, это семьи, проживающие в районах Крайнего Севера и состоящие в реестре кочевых семей. Забота – это лица, утратившие трудоспособность, то есть инвалиды, дети-инвалиды. Также это социальный навигатор, это лица, подвергающиеся, например, домашнему насилию. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей. Также рука помощи – это одинокие проживающие пожилые граждане, старше 65 лет. Также верный шаг – это лица без определенного места жительства, лица, освободившиеся с места лишения свободы. Ну и седьмой пакет – это, получается, развивайка, так называемая развивайка, да, то есть это конкретно для семей с детьми. На помощь в рамках социального пакета развивайка могут претендовать малоимущие семьи с детьми, получающие в Фонде социального страхования универсальное пособие. При этом ежемесячный доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. То есть в данном случае мы можем предложить данной семье заключение социального контракта, да, по социальному пакету развивайка, то есть что это подразумевает выделение целевых средств в размере одного величины прожиточного минимума, да, то есть и данные деньги можно будет направить, например, на приобретение какой-то, например, спортивной формы для ребенка. Там какой-то другой одежды, то есть может быть каких-то там развивающих книг, да, то есть именно все, что нужно вот ребенку для обучения. Механизм предоставления адресной помощи по новым направлениям изменений не претерпел. В органы соцзащиты гражданин предоставляет план по выходу из кризиса. По результатам его рассмотрения будет утверждена сумма. В обязательном порядке получатель отчитывается об освоении финансов. Были разработаны в данном постановлении социальные пакеты. Каждый пакет рассматривается индивидуально под каждую семью. Считаем здесь плюс в чем, что введена именно конкретика, то есть для определенных групп населения. То есть здесь уже, в принципе, исключены будут какие-то путаницы, да, то есть непонимания. Здесь конкретно, то есть человек подходит, специалист с ним отрабатывает, то есть смотрит, какая помощь именно нужна. И уже конкретно согласно этих критериях, то есть мы можем предложить человеку одно из данных направлений. Заявления о предоставлении адресной помощи в рамках государственной поддержки принимаются на сайте госуслуги, либо на региональном портале Е-Якутия. А за более подробными разъяснениями о заключении контракта граждане могут обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.